МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О ситуации в Гагрском районе, о нанесенном ущербе и о том, как люди справляются с последствиями наводнения. Находится ли в реестре объектов культурного наследия здание Сухумской 3-й бани по улице Воронова? Фонд Дашана запустил новую акцию для подвечных. В Русдраме готовятся к очередной премьере спектакля романс кокаина. Гагрский район приходит в себя после масштабного наводнения. Коммунальные службы работают почти круглосуточно. Местные жители вместе со своими руководителем рука об руку разгребают завалы, очищают от ила и грязи все, что могут. Сотрудники администрации Гагрского района поделились на группы и пытаются обойти всех пострадавших, чтобы оценить нанесенный урон. Завершить эти работы в короткие сроки невозможно. Ущерб колоссальный. 1100 домовладений затоплены в селах Илдза, Аллахадзе, Псахара, Осечко, поселке Бзып, Пицунде и Гагри. Какова ситуация в районе сегодня и как люди справляются с последствиями стихии? На месте чрезвычайного происшествия побывала наша съемочная группа. Смотрите репортаж Гугуцы в Ардане в рубрике Амшекшара Яцу. Село Удза наиболее пострадало в результате стихийного бедствия в ночь на 9 июля. Здесь потоком воды снесло два моста. Существенный урон был нанесен инфраструктуре. В настоящее время расчищены центральные дороги. Проводятся русловоправительные работы, а мосты уже восстановлены. Из села Лдза репортаж Рады Чичава. Восстановительные работы в селе Лдза начались на второй же день после стихийного бедствия. Жители особо пострадавшего от наводнения села массово публиковали в социальных сетях фото и видеоразрушений, затоплений и завалов, образовавшихся в результате двухдневных проливных дождей. По словам самих же жителей, администрация села всячески оказывала поддержку. Как вы видите, за моей спиной, рядом вот это все, что вы видите, очень большой урон нанесла речка. На сегодняшний день работы не останавливаются. С первого дня как начали, и продвижение идет. Вот сейчас мы стоим, на каком месте мы стоим. Этого моста не было, он обрушился. С помощью компании берега укрепления восстановили мост. Техника большая приехала, работает. Очень большая работа была проведена. Не могу не сказать районную администрацию, которая с первых дней просто до сегодняшнего момента оказывает все усилия. Расчищают речку, расчищают дорогу. Все сделали. Ничего, потихоньку будем живы. Но в домах нет. Вот общая водопроводная. Три дня привозили хлеб и воду вон там. Бесплатно давали. Ничего, прорвемся. Главное, что все живы. На данный момент в селе уже восстановлен полностью снесенный потоком воды мост. Расчищаются центральные дороги, чистится русло реки. Вся пострадавшая инфраструктура приводится в порядок. В селе работают 11 единиц спецтехники. Из них 4 трактора. У нас сейчас задача стоит подать свет, так как речка смыла все столбы. Черномор Энерго уже привезли свои материалы, которые занимаются. Линии новые тянут. Как известно, после обрушения урагана на Гагарское побережье город был полностью обесточен. Это объясняется опасностью подачи электроэнергии в подтопленные помещения. Высок риск замыкания. Однако аварии тоже имели место быть. Было уже частично включено, частично были включены все село. И воду тоже самое подключали частично. Смотрели, где поломки, устраняли и все. На данной улице, которой сегодня ведутся работы, улица Речная, один из самых масштабных у нас, конечно, по повреждениям зона получается одна из самых масштабных. Сюда доступ был ограничен в связи с техникой, в связи с отсутствием подъездных путей, так как мосты смыло. Сегодня у нас третий день, получается, нам открыли дорогу, подготовили дорожники нам дорогу, чтобы можно было провести мероприятие. На сегодняшний день будут установлены около 10 столбов и питание, в принципе, всем оппонентам будет организовано. По селе Лидзава были проведены работы по восстановлению высоковольтного фидера «Рыбзавод», который является основным фидером высоковольтным для питания данного села. Этот фидер был восстановлен на второй день. Из-за сошедшей сельди опоры были смещены, то есть их повалило, был перестроен отрезок протяженностью около 800 метров, установлены новые заново опоры, новая трассировка и так далее. То есть эти мероприятия были проведены за день, к вечеру питание было подано основной части абонентов. Сегодня 95-96% абонентов точно будут запитаны, если какие-то доделки будут уже завтра до обеда, уже будут доработаны и все абоненты будут у нас с электроснабжением. Конечно, невозможно в первую очередь не подумать о жителях, пострадавших от разбушевавшейся стихии. Гурам Абгаджава отметил, что первоочередно необходимо расчистить все центральные дороги и обеспечить доступ в самые недоступные места спецтехники. Но и жители, по его словам, не остаются и не останутся без помощи. Созданная комиссия ходит и оценивает ущерб, нанесет и я уверен, что все возможно будет сделано. В российской территории мы сейчас закончим с центральными улицами, потом мы будем переходить каждому во двор, где у нас наиболее такое насыпо огромное. Мы будем помогать, конечно, людям. Многие своими силами лопатами разгребли, но есть такие семья, которые просто невозможны без техники. Обязательно будет оказана помощь. Работы, как отмечают специалисты, еще предстоит много. По словам заместителя главы администрации, все стремятся оказать помощь. Дальше необходимо установить новую дамбу, продолжить расчистку рек, улиц и дворов. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Абхазские спасатели продолжают поиски россиянки, пропавшей во время наводнения в селе Аллахадзе. Сотрудники МЧС осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, попавшую в стремительные воды протоки во время непогоды исследует береговую линию. Для проведения поисков с воздуха используется беспилотник, представленный одной из частных компаний, сотрудники которой выразили желание внести свой вклад в поисковые мероприятия. На данный момент поиски пропавшей россиянки не дали никаких результатов. Черномор Энерго продолжает работы по восстановлению электричества в Гагрском районе. За сутки устранены неполадки на подстанциях Гагра-1, Гагра-2, Гагра-3. Восстановлено энергоснабжение многоквартирного дома по улице Абазга. Заменен поврежденный кабель. Как сообщает пресс-служба предприятия из Сухума в Гагру, переброшена дополнительная техника для восстановления энергосистемы района. Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, сообщает пресс-служба АЖД. Работы по восстановлению поврежденных участков путей, а это порядка 200 метров, заняли 4 дня. 13 июля все поезда пошли по графику до Сухумского вокзала. В это время пассажирские поезда останавливались на станции Цандрыпш. Оттуда пассажиров перевозили на автобусах к местам назначения. С 9 июля трансфером воспользовались более 4,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтуризма. Накануне в Народном собрании прошло расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике. Участники встречи обсудили проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов и другие связанные с ним законопроекты. Спикер парламента Лаша Ашуба прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг обсуждения данной темы. Добрый день! Хотел бы коротко прокомментировать события последних дней, происходящих вокруг обсуждения проекта закона Республики Абхазия о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. На мой взгляд и на взгляд ряда коллег образуется не очень благоприятный фон вокруг обсуждения этих вопросов, что в принципе мешает конструктивной работе над ними. Как вам известно, вчера в Народном собрании парламента Республики Абхазия прошло расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, в рамках которого обсуждался проект закона Республики Абхазия о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. К обсуждению были привлечены члены общественной палаты и представители ряда политических партий и общественных объединений. Участники встречи изложили свои позиции, были разные предложения и оценочные суждения. В обращении к депутатам от некоторых участников встречи звучали различные предостережения, иногда граничащие по своему смыслу с давлением. Коллеги постарались выслушать каждого и не переходить к полемике, за что я им отдельно благодарен. Необходимо отменить, что в связи с объективными обстоятельствами и, возможно, нашей недоработкой к обсуждению были привлечены не все политические партии и общественные объединения, которые, как оказалось, желали бы поучаствовать в обсуждении этого вопроса. В общем, считаю подобные встречи и обсуждения правильными и полезными, тем более по столь значимым вопросам. Также не могу не упомянуть и о том, что на протяжении недели активно муссируются вопросы, связанные со встречей президента в Общественной палате Республики Абхазия и дискуссии на тему вышеназванного проекта закона. И в этом контексте хотел бы отметить, что и в случае с комитетом в парламенте, и в случае со встречей в Общественной палате могли иметь место эмоциональные высказывания. Настоятельно рекомендую всем воздержаться от излишних эмоций и политизации. При обсуждении подобных вопросов нужен конструктивный подход и холодная голова. Депутаты Народного собрания, парламенты Республики Абхазия хорошо знают полномочия, которыми они наделены в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и ее законами. И поэтому будут работать именно в их рамках. Мы и дальше продолжим работу над проектом данного закона и других законов в рабочем режиме. Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности государственной миграционной службы за 6 месяцев текущего года составила 44,5 миллиона рублей. В судебные органы направлено в административном порядке 55 материалов. Об этом премьер-министру Александру Ангваб доложил руководитель службы Рамин Габлая. На счета медицинских учреждений поступило более 10 миллионов рублей за прохождение обязательного медицинского обследования при получении иностранными гражданами разрешительных документов. По данным службы в республике осуществляют трудовую деятельность граждане из 28 иностранных государств. Александр Ангваб обратил внимание на необходимость повышения эффективности постановки на миграционный учет иностранных граждан, в том числе улучшение работы региональных подразделений службы. Пресс-служба Министерства обороны обращается к представителям средств массовой информации, блогерам и гражданским журналистам быть корректными при освещении деятельности ведомства и вооруженных сил Абхазии. Сегодня любая информация, касающаяся Абхазии, может использоваться недоброжелателями страны в свою пользу и нанести вред нашей республике, а в связи с этим при освещении деятельности Министерства обороны и вооруженных сил просим обращаться к источникам, заслуживающим доверия, проверять достоверность публикуемой информации, следовать принципам объективности, оговориться в обращении. Межведомственная рабочая встреча делегаций МВД Абхазии и Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и МВД России по федеральной территории «Сириус» прошла в Сочи. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на приграничных территориях, противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, установление местонахождения лиц, находящихся в розыске, в том числе без вести пропавших, обмену информацией о находящемся в розыске похищенном имуществе, в том числе огнестрельном оружии, взрывчатых веществ и транспортных средств, а также организации дорожно-транспортной безопасности. В социальных сетях появилась информация, что здание Сухумской 3-й бани по улице Воронова сносится, и что оно находится в рейсторе объектов культурного наследия. Это вызвало много споров. Для выяснения подробностей наша съемочная группа связалась с начальником Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гариком Сангулия. Репортаж Алики Трапш. Центральное здание бани номер 3 стоит на месте, а вот расположенный рядом одноэтажный объект снесен. Собственник приступил к строительству нового. Как сообщил начальник госуправления историко-культурного наследия Абхазии Гарри Сангулия, здание бани и рядом располагающиеся старые строения никогда не были внесены в списки памятников историко-культурного наследия. Они были внесены в список подлежащей экспертизе. По решению Кабинета министров с изменением законодательства было решено, что можно предварительный список внести, потом доработать и провести дальнейшие работы, в том числе согласование с держателями, с другими организациями. Там же не только мы одни отвечаем, отвечает еще и экология. Предварительный список, который является пока рабочим документом, но он является начальным документом. Там есть определенные полномочия, которые позволяют нам проверить дальше, значит, именно так или не так. Можем теперь провести сами экспертизу и так далее. И в случае несогласия, значит, или же нормального стечения обстоятельств, все равно потребуется экспертиза. В начале ли и в конце. Она была проведена. Строительство Сухумской третьей бани, по некоторым данным, относится к 30-м годам прошлого столетия, а по другим – к 1957 году. После Отечественной войны народа Абхазии около пяти лет баня функционировала. Затем ее закрыли. Более чем за 20 лет объект обветшал. От просторных, некогда коридоров, светлых ванных комнат, процедурных кабинетов осталась пыль, разруха и куча мусора. Две недели назад была создана экспертная комиссия. Согласно ее заключению, здание Сухумской третьей бани по улице Воронова не является объектом историко-культурного наследия. Это ответ эксперт уже есть. Он не имеет по своим признакам и так далее, не может быть памятником, не является памятником. Само здание, вот это основное здание, да, а это кирпичное здание, оно у нас тоже не входило. Мы не собирались, потому что это позднейшее станет из кирпича, там круглые окна, арматура, уголки железные, это мы не собирались. Но единственное, что мы знаем, там мероприятия ведь проводились, там мероприятия свадебные, поминальные и так далее, можно было оставить, это город должен был решить вообще-то, это не наше ведомство, но мы сами люди тоже должны были походатайствовать, ну так решили. Как сообщил Гарри Сангуля, здание Сухумской бани номер три было давно приватизировано и находится в частных руках. Купили это строение, которое не было вообще памятником, он стоял на сносе. Если я не знал, что это строение стоит на сносе, я вообще не купил, вот такое было сказано. Это хозяева? Хозяева, да, понимаете, вот хозяева. Теперь надо решить, как и так далее, что там из памятника стал фундамент и угол стены. Вот теперь они должны решить, экспертиза должна решить. Далее принадлежит собственник тот, кто купил. Все, больше никому не может принадлежать, потому что она была продана. У него есть свой собственник. А в том году была продана не на сносе? Не был же памятник, не наша сфера вообще. Он 30 лет, не наша сфера, мы не включали никогда и не собирались вообще включать. Таким образом, здание Сухумской третьей бани по улице Воронова по заключению экспертной комиссии не входит и никогда не входило в реестр историко-культурного наследия Абхазии. По словам Гарри Сангули, столичная администрация тоже должна сделать свое заключение. Алика Трапшка, Мила Джопу, Абхазское телевидение. Состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Абхазии Нала Ардзенба с координатором Совета по гражданским вопросам, коммуникациям и вопросам СМИ Никарагуа Даниэля Эдмундо Ортега Мурилю. Стороны согласовали план действия по созданию союзного медиахолдинга. Обсуждался вопрос обмена опытом абхазских и никарагуанских журналистов, стажировки, онлайн-конференции, взаимных пресс-туров. Молодые дипломаты МИД Абхазии принимают участие в восьмом форуме молодых дипломатов стран Евразии. Дипломатия нового многополярного мира, который проходит с 12 по 14 июля на полях фестиваля «Аманжирок» в Республике Алтай. В этом году в работе форума принимают участие более 80 участников из 13 государств. «Лето с Ашана» – так называется новая акция, в рамках которой запланированы мастер-классы по живописи, экскурсии и другие различные мероприятия для подопеченных фондов Ашана и Керас. О том, как прошло первое занятие, в репортаже Адицы Сагария. Одним из центральных звеньев в системе коррекции личности детей с ограниченными возможностями здоровья с детьми-инвалидами является работа по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы. Арт-терапия – это вид психотерапии и психологической коррекции, основанный на искусстве и творчестве. Это наиболее доступный и эффективный метод коррекции и гармонизации психоэмоционального и личностного состояния как для ребенка, так и для взрослого. На мой взгляд, детство – это один из важнейших этапов формирования каждой личности, безусловно. Это этап первой социализации, адаптации в мире. Но, к сожалению, зачастую дети с ограниченными возможностями здоровья лишены привычных для детей радостей. Именно поэтому наш проект направлен на организацию культурно-развлекательных мероприятий для особых деток. Цель арт-терапии – не создать объекты искусства, а работать с внутренним миром ребенка. Поэтому творческие навыки здесь не важны. Живописи и краски помогают восстановить психологическое состояние, привестись в порядок, свой ум и спокойствие. Детки чудесные, очень хорошие, все прекрасные. С ними мы сегодня проходим… Первое занятие у нас было. Мы знакомились с цветами, как их смешивать, каким смешать для того, чтобы получился определенный оттенок. Дальше мы с ними пройдем, что такое пейзаж. И окончательный у нас будет этап – это мы попробуем с ними нарисовать натюрморт. Изотропия – это эстетическая основа воспитания, развивает образное мышление, способность чувствовать, эмоционально воспринимать окружающий мир. У меня хорошее сегодня настроение. Мы рисовали радугу и сейчас рисуем морской пейзаж. А что тебе больше понравилось? То, что мы рисуем морской пейзаж, понравилось. И то, что я здесь. Волонтеры КБФ «Ашана» в рамках акции «Лето с Ашана» также планируют провести серию мероприятий для детей. Это поездка в дельфинарии, этнопарк и многое другое. Адица Сагария, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Исповедь молодого человека, рассказывающего об его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах в «Русдраме» готовятся к очередной премьере. Роман с кокаином обещает стать одной из интереснейших постановок русского театра драмы. Режиссер спектакля Роман Кочержевский многократный номинант премии «Золотая маска». Обладатель спецприза премии «Золотой софит». На предпремьерном показе побывала наша съемочная группа. История декаданса, контркультуры, провокации и поиска смысла. Вдумчивая, глубокая и ошеломляюще искренняя. Постановка русского драматического театра по книге Марка Агеева «Роман с кокаином» не может не будоражить. Доведенная до пронзительной откровенности, исповедь молодого Вадима Масленникова, живущего в Москве до и после революции, рассказывает о метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Это история молодого человека, который, в принципе, такой же, как и большинство молодых людей в его возрасте, со всеми увлечениями, страстями. Ну, конечно, показаны именно такие, знаете, отрицательные стороны, связанные с взаимоотношениями, например, с матерью, с девушками, женщинами, с которыми он сталкивается в жизни и встречается. И он, вот присытившись всем, уже понимая, что смысл жизни где-то затерялся. И самое главное, не будучи занят созидательным трудом, это, кстати, в этом книге его размышления, что только через труд, через то, что ты создаешь, можно достичь счастья. И такое же счастье можно получить вот через наркотики, через хоккейн и все остальное. Только в первом случае это то, что ведет человека к совершенствованию, а во втором случае к гибели. Роман с кокаином во многом гениальный апокриф, с авторством которого связана даже некая детективная история. Долгие годы имя автора романа никому не было известно. Выдвигалось множество теорий. Авторство приписывалось и Владимиру Набокову, и Ивану Бунину. А особо изощренные критики даже выискивали нотки исключительного булгаковского очарования в нашумевшей повести. Эракли Хинба в преддверии премьеры спектакля отметил не только особенный материал, но и особенная история авторства книги исключительно привлекает. Впрочем, постановку можно с легкой руки окрестить особенно и благодаря именам, большим талантам, приложившим руку к работе над, без сомнения, одной из интереснейших премьер русского драматического театра. Мы очень хотели поработать с режиссером Романом Кочержевским. Сегодня это один из лидеров российской режиссуры. Человек, который только успешно работает в одном из лучших театров России в театре имени Минсовета в Санкт-Петербурге, но и приглашается в другие театры. В частности, у него запланирована работа в МХТ имени Чехова в Москве. И Константин Хабенский на открытии сезона сказал, что Роман Кочержевский – это режиссер с большой буквы. И это режиссер, которым вся Россия через 2-3 года будет говорить, как о одном из главных режиссеров страны, скажем так. И сегодня просто заполучить его было большой проблемой. Он чрезвычайно востребован. Роман Кочержевский, хорошо известный российскому зрителю, впервые работает на абхазской сцене. Настоящий человек театра, абсолютно подвластный его магии и ей уже очарованный. Кочержевский воссоздавал на театральной сцене роман Ивана Гончарова «Обыкновенная история». Получал специальный приз экспертного совета высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за постановку спектакля «Мертвые души». Многократно становился номинантом премии «Золотая маска». На его счету несколько успешных работ в Театре имени Ленцовета и других значимых театрах. Это классическое произведение. И оно не такое популярное. Текст не настолько популярен, не настолько известен. Но он настолько объемен. И там заложены такие темы, которые будут понятны многим зрителям и широкому спектру. И родителям, и ребятам помладше. И тем, кто только-только, возможно, закончил школу и сталкивается со сложностями жизни, со всякими препятствиями, соблазнами, любовями. Если это, можно так сказать, сложные узлы становления человека, когда он только-только начинает входить в взрослую жизнь и отвечает сам за себя, сам за свои поступки. Иракли Хинтба, делясь ожиданиями от премьеры, поделился, что роман с кокаином обязательно заденет зрителя за живое, потревожит спокойствие его духа и наведет на размышления. Ведь в этом и кроется, пожалуй, одна из главных целей, даже сверхзадач, как писал Станиславский, театра и искусство в целом. Спектакль, мне кажется, заденет зрителя. Кто-то может резко как-то не принять это. А многие, уверен, выйдут из зала в абсолютном восхищении. Самое главное, что это современный театр мирового уровня. Вот это могу сказать точно. Главную роль в спектакле исполняет Эмиль Петров. Сцену с ним делят Ирина Делба, Мадлена Борциц, Милана Ломи, Осман Абухба, Руслан Жиба и многие другие. Над сценографией, костюмами и музыкальным оформлением также работал режиссер Роман Кочержевский. Актриса Милана Ломи рассказала, что вся труппа давно мечтала поработать с режиссером. И работа над постановкой спектакля пролетела незаметно и быстро. С этим режиссером мы очень давно мечтали поработать. Я смотрела, мы приезжали в Питер, осмотрела его работы. И очень как-то попадала в наши внутренние миры, наверное, они совпадали. Поэтому очень долго мечтала с ним поработать. И, наконец, это случилось. И работа, на самом деле, прошла для нас незаметно. В плане, у нас было очень мало времени, но это происходило так бурно. И просто буквально за две недели мы разобрали материал, какие-то сцены, роли и так далее. И даже сейчас мы понимаем, что у нас премьера через пару дней, и даже не верится, что так быстро все прошло. Роман с кокаином – завораживающе прекрасная и одновременно ужасающая история о разрушении души, вечном поиске смысла жизни, о человеческой жестокости в эпохе исторических контрастов. И, наконец, о человеке, который, ошибаясь, оступаясь, познает жизнь. Увидеть воплощение этой истории на сцене Росдрама определенно стоит каждому. Ведь искренние истории, воплощенные большими талантами, каждым, кто причастен к постановке, влюбленными в искусство, не может оставить равнодушным. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Комиссия по госпремии имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры сообщает, что на конкурс по сайсканию премии допущены следующие произведения. Постановка спектакля «Сария» режиссер Мадина Аргон. Сборник стихотворения Инны Ахашба «Мира души». Документальные телефильмы «Станды Кецба». Произведение живописи последних лет «Нукзара Логуа». Произведение «Надара Чанба» «Абхазский реквием». Перевод на абазинский язык поэмы «Рушбе Смыр» «Семра» Ларисы Шибзуховой. 13 июля в столице стартовал 20-й юбилейный детский международный шахматный турнир «Сухум Опен». В нем принимают участие более 150 шахматистов от 5 до 16 лет из всех районов Абхазии. В первый день соревнования соревновались 60 спортсменов в возрасте 7-8 лет. Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Турнир организован Федерацией шахмат Абхазии совместно с Управлением по делам молодежи и спорта администрации города Сухум. Турнир продлится до 16 июля. Этот год у нас особый, потому что Сухум Опен и Абхазия Опен через 15 дней в августе. Это будет 20 лет, не пропустив ни одного года, мы проводим 20 лет подряд. Все дети, которые занимаются в секциях, они получают рейтинг. Мы впервые внедрили Абхазский рейтинг. Есть международный рейтинг в СИДЕ, есть российский рейтинг, есть еще Абхазский рейтинг. И дети стараются получить Абхазский рейтинг и вырастить. Сегодня у нас в общей сложности по Абхазии занимается детей профессионально. У тренеров больше 500 детей. А эти рейтинги уже имеют 350. 350 рейтинг, который имеют, это маленькие дети, которые зарегистрированы, уже участвовали в соревнованиях и имеют какие-то книжки квалификационные, разгады и прочее. А как давно вы ввели эту систему рейтинга? В этом году. 15 июля Чемчира отмечает День города. Город был основан в VI веке до нашей эры. В этом году ему исполнилось 2523 года. Администрация района для жителей и гостей подготовила праздничные мероприятия. Здесь также пройдет сельскохозяйственная ярмарка, на которой будет представлена продукция местных производителей. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, 14 июля на территории Абхазии ожидается преимущественно ясная жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 17,22. Днем плюс 25,30 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова